Привет, рандом! С вами БелАз. Недавно в игре появился режим превосходства. Что это за режим и как правильно в него играть, я расскажу в этом ролике. Давайте для начала поговорим о сходствах. В режиме выпадают все обычные карты, кроме миража и рудников. Условия точно такие же. Также по 7 танков с каждой стороны и по 7 минут на бой. Но есть и отличия. Вверху экрана видны очки команд и точки захвата. Побеждает команда, первая набравшая 1000 очков. Либо уничтожившая все танки противника. Пока те не набрали те же самые 1000 очков. На карте 3 точки захвата. Исключение Химки и Канал. На этих картах по 4. Хороший вопрос, как заработать очки? Первый вариант это захват точек. После захвата, точка начинает каждые 2 секунды приносить по 3-5 победных очков. В зависимости от карты. Второй вариант уничтожать танки противника. За уничтожение противника ваша команда получит от 30 до 40 очков. А команда противника столько же потеряет. Чем же хорош этот режим? Да тем, что в нем не работает танковый кулак. Бывают, конечно, исключения, но они редкие. Превосходство дает разнообразие тактик. Даже на одной и той же карте из боя в бой. Вообще исключена пассивная игра. Если ты будешь стоять, то проиграешь. Добиться успеха в режиме Превосходства можно соблюдая простые правила. Для начала нужно оценить, где на карте будет основной эпицентр сражения. В этом месте твоим союзникам нужна будет помощь. И если ты не знаешь, что делать, отправляйся к эпицентру. При этом старайся держаться позади союзников и поддерживать их огнем. Не дай зайти в тыл союзникам. При этом не забывай, что нельзя сбиваться в кучу. Иначе твоя команда становится легкой мишенью, которую можно расстреливать. Заранее продумай слабые места своей позиции. Умный противник будет искать именно их. Как правило, каждая команда захватывает по одной точке. Ну естественно, которая ближе к ним. И ведут бой за оставшуюся точку. На химках и канале ситуация другая. Если ты более опытный игрок и в бою на быстром танке, то можно попробовать сбить захват точки противника. Но перед этим нужно оценить ситуацию. Продержатся ли твои союзники без тебя? Сможешь ли ты захватить вражескую точку и не попасть под сражение? Снаряды? И есть ли у тебя на это время? Ведь когда у противника очки приближаются к тысяче и остается всего один танк, гораздо проще добить этот танк и выиграть бой. Для примера я покажу вам ситуацию, в которой один танк смог одержать победу против четырех благодаря захвату точек. Субтитры создавал DimaTorzok И я советую его осваивать в том случае, если вы хотите побеждать командой. И помните, хорошо играет тот, кто умеет думать. Ну а я с вами прощаюсь и до следующей встречи. Это был Саша Белас. Пока рандом!